Приветствую вас, если вы позволите, вначале мне бы хотелось поддержать своего коллегу Кудрыщева Игоря Леонидовича и сказать, что действительно ситуация очень похожа на то, что вы просто нуждаетесь сами в мужчине, сами нуждаетесь в том, чтобы он был с вами, сами нуждаетесь в том, чтобы человек давал вам своё время, своё внимание, и из-за этого, собственно, вы и пытаетесь выяснить, как справляться с зависимостью мужа от телефона. То есть, по сути, он зависим от телефона, а вы зависимы от мужа, и в этом плане вы, мало чем, друг от друга отличаетесь. Сначала нужно, наверное, всё-таки справиться с собственной зависимостью от мужа, и уже тогда уже можно будет говорить о том, что делать дальше. тогда уже можно будет говорить о том, как вам дальше себя вести и как дальше действовать, как дальше двигаться и так далее. Это вот, на мой взгляд, это куда более важный момент, чем, например, то, о чём вот сейчас вы ведёте свою речь. Вот, надеюсь, именно этот момент понятен. Теперь непосредственно о вашем муже хочется рассказать. Ситуация с мужем на самом деле не такая проста. Дело в том, что человек явно бежит от чего-то в свой телефон. Человек явно не удовлетворён жизнью, не удовлетворён тем, что происходит в ней. Ну, вот, именно в его жизни человек не удовлетворён этим. И, соответственно, телефон для него это что-то, что-то вроде другой реальности, место отдохновения, куда он убегает. И основной вопрос заключается, конечно, в том, куда и от чего человек бежит. Куда и от чего человек прячется, по какой причине он это делает и так далее. Вот это, пожалуй, самый такой важный момент, на который именно вам стоит обратить своё самое пристальное внимание. То есть, как давно это началось, какие события этому предшествовали и так далее, всё это нужно разбирать. Необходимо, чтобы вы перестали на мужа давить. Необходимо, чтобы вы перестали от своего мужа что-то требовать, потому что, парадоксально, но факт. Именно то, что вы давите на человека, симулирует его к тому, чтобы он ещё больше продолжал сидеть в этом самом телефоне. И, собственно, получал ещё больше психологического права на это. Ведь вы его пилите, ведь вы его обвиняете. Ну, соответственно, что делает мужчина? Мужчина может только уйти и только лишь спрятаться от вас в этот самый телефон. Понятно, что хорошего в этом ничего нет, но если вы действительно хотите, чтобы ваша семья была бы здоровой, то примите тот факт, что мужчина думает только о себе. И вам нужно в этом контексте в первую очередь думать также только о самой себе. Основная сложность, трудность заключается в том, что мужчина не боится вас потерять. Вообще. Он не боится вас потерять, потерять. Совсем. В общем, для своего мужчины вы недостаточно ценны как женщина, ну, возможно, как человек, как партнёр, судя по всему. И вот здесь нужно понимать, что если вы недостаточно ценны для него, то уже не он где-то упустил, а вы. Уже не он что-то сделал не так, а вы. Понимаете? 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 И, соответственно, вы где-то сдали, вероятно, свои позиции, как и почему, в чём вы сдали свои позиции. Это уже вопрос совсем другой. И требует этот вопрос отдельного рассмотрения. Но совершенно очевидно, что вам нужно вспомнить себя тогда, когда вы были, ну, скажем так, до брака, например, с мужем. Вспомнить нужно себя в то время, когда вы были без мужчины. Вспомнить нужно хотя бы себя тогда, когда вы познакомились только с ним. Как он вёл себя, как вы себя вели, что привлекло его в вас, что вас в нём. Постарайтесь вспомнить вот эти вещи. Постарайтесь снова стать той, кто когда-то смог обратить внимание этого человека на себя. Постарайтесь сделать это. Это важно. Я полагаю, я полагаю, что если вы будете действовать именно таким путём, таким способом, с того, что мужчина выйдет из своей зависимости или хотя бы признает её, ну, будет гораздо больше. На мой взгляд, конечно же. Вот, в принципе, то, что вам можно сказать на ваш... ответить на ваш вопрос. Я рекомендую почитать вам о созависимости. Про созависимость есть хорошая книга. Маскаленко, Валентина Маскаленко. Она так и называется. Зависимость в семье, в семье. Вот. Вы можете почитать эту книгу. Там, в общем и целом, написано... Значит... То, что вот... По факту... То, что по факту... Ага... Происходит у вас. Вот. А мне... Мне... Представляется... А... Вот эта ситуация и история... Ну, именно... Именно такой. Что... Вам необходимо... Изменить... Эээ... Свою... Свою собственную модель... Поведение... 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 В первую очередь. Вот. И уже... Потом... У... 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 Уже потом... Ага... Ваш... Мужчина... А... Будет... Ну... Собственно... Собственно говоря... Как-то... По-другому... Себя вести... И... Что-то он будет по-другому делать... Короче говоря... Короче говоря... Пока вы... Пока вы... Пока вы... Не поменяете... Эээ... Значит... Эээ... Эээ... Свою модель поведения... Пока вы... Не поменяете... Свою модель... Отношения... К... Мужчине... Пока вы... Не станете... Относиться... По-другому... К себе... Эээ... Самой... Ситуация... С... Будет... Складываться... Вот... Подобным образом... И... Да... Это... Конечно... Очень неприятно... Но... Тем не менее... Обратимо понимать... Что... Эээ... Заболевание... Вашего мужа... А это именно заболевание... М... М... Вашего мужа... Именно заболевание... Его... Эээ... Психическое... Заболевание... К сожалению... Эээ... Как бы это... Не было бы... Вам... Эээ... Неприятно... Вот... Это именно... Психи... Эээ... Психическое заболевание... Вашего мужа... И... Соответственно... Соответственно... Так просто... Оно... Не пройдет... Так просто... Заболевание... Вашего мужа... Не... Не исчезнет... Это именно болезнь... Понимаете... Это именно болезнь... Это не... Эээ... Не какая-то... Такая... Такая... Его... Блажь... Ээ... На мой взгляд... Люди... Вот... К сожалению... Эээ... Часто... Не понимают... Эх... Этих аспектов... Думая... Что... Зависимость... Например... От... Того же... Телефона... Это... Просто... Игра... И... Не более того... Вот... Это просто... Ну... Какая-то... Блажь... Человека... Да... И... И... Всё... Вот... На самом деле... Это не так... Я... 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 Хотел бы... Эээ... Чтобы вы это... Поняли... Я хотел бы, чтобы вы это... Осознали... Постарались... Осознать... Вот... На... Мой... Взгляд... Это... Очень... Важно... Вот... А... На этом всё... Я надеюсь, что помог вам... Если у вас остались... Дополнительные вопросы... Пишите в личку... Буду рад помочь... А... Если вам понравился... Мой ответ... Буду... Благодарен... Если... Сделаете его... Лучшим... Я желаю вам всего... Самого доброго... И удачи!